Привет! Привет! Солнечное вам... Какой сегодня? Понедельник. Солнечного понедельника. Сегодня, по-моему, 11 октября. Температура 23 градуса. Мы приехали в городок, как называется. Потом напишу, не помню. Да, здесь рынок. Здесь саженцы, здесь одежда, здесь овощи, фрукты. В общем, все. Это для наших подписчиков, кто не выберется в этом году в эти места. Какие розы! Держите меня за руки. Вообще шикарно, да? Цвет не передают, к сожалению. Я вот смотрю на экран и не то. Не то. Вообще... Но это любителям... Вот у нас Ирина есть. Знатная садоводница. Садоводница. Садоводка. Садоводка. И всего 5 евро. Я считаю, что это вообще... Вот кустик. Уже цветущий куст. Красиво. А, вон, кстати, малина. Кто не видел? Португальская малина. 5 евро тоже. А это вот эти травки, как они называют? Ароматные травы, рассада, капуста, зелень. В общем, все-все-все. Здесь самый большой, наверное, в нашем регионе. В нашем регионе, да, рынок такой. Вот такие цветущие. Вот хурма. Это хурма. Пойдем дальше. Это персик. Персик. Айва. Айва, кстати. Вот там яблоки. Мы ее как-то не познали еще. Да. В общем, вот такая тут красота. Как нам рассказала наша знакомая, покупать нужно вот в такой мягкой упаковке. Вот такой мягкой. То, что посажено в эти пластиковые контейнеры, это уже то, что не продалось в прошлом году, они уже пересаживают в эти горшки. Вот такая хитрость. Ой, банан. Кому банан? Банановая фальма. Банановая фальма. Вот она, вот она, вот она, вот она. Ну, банан это трава, по-моему, да, сочетается? Тут же и сладости есть. И сумочки продаются вот тут. Баракуйя нашли. Вот она, красавица. На дерево больше похоже. Нет, Натальяна все-таки. А вот Лиану. Натальяна чего-то. Они знают. А, вот, вот нарисовано. Что это такое? Это манго, ребят. Манго, да. Это не Лиан оказался, а манго. С такими длинными ветками. Разного рода капусты. Ой, это морковка, что ли? Морковка? Похоже, по лесу. Набийца. Не знаю даже, что такое. Свеколка. А это, наверное, что-нибудь есть. Кабачки. Кабачки. Похоже, помидорчики. Самое время сажать, да? Это что у нас в ноябрь месяц? На носу. А вот еще яблоня, груша вон там есть. Слива. У нас есть версия, что генгелоба. Не знаю, даже, может, кто знает, что это за дерево такое. Вот, кстати, очень вкусная ягодка такая. Очень на любителя. На любителя, да. Нам так вообще отдается, что? О, фундук. Овела. Фундук. Лимончики. Полно, полно все. Ну, как обычно на рынке развалы вещей. Длинные, длинные ряды. И керамика есть традиционная, португальская. Разрисованы. Смотри, как красиво, да? А есть ласточки. Еще рыбки бывают. Очень здорово. Сардинки такие. А вот плетеная вещь, смотрите. Корзинки, что ли? Класс. Вон, все выплетено. Это на пляж, дончики делают. Плетут. Корзины. Даже как-то сплели. И подставки для посуды. Тут уже абажуры есть. Да, кактус видела? Очень красиво. На половичок такой. Коврик. Плетеный коврик. О, смотри, какой он. Из старого корня сделан. Смотри, наверное. Пепельница. Это что, для чего они такие? Ложки складывали. А кому кактуса? По 9 евро есть. 12 вот там. Стоит красавчик. Классно. Вот скажешь ли это как? Не скажешь. И здесь еще один ряд. Продолжение рынка деревьев и кустиков. Вот авокадо. Манго. Папайя и мамайя. Арат. О, медроня. Медроня. Земляничное дерево. Малина. Это, я не знаю, киви что ли? Вот это. Хурма. Вот она. А она еще и вот такая. Она, кстати, здесь не вяжет. Вяжущие ни разу не... Ну, может быть, разочек, конечно, попробовали. Персики парагвайские, которые плоские. Обычные круглые, желтые персики. Абрикос не вижу. Слива синяя. Гранат. Гранат. О, груша. Такая продолговатое. Забы как называется. Вау, это. Анона. Двадцать пять евро пусть стоит. Абрикос. Вот что... Вот я хотела спросить, что это такое? Может быть, кто-то знает? Да. И вот здесь. И вот такого вида. Что это? Красный как-нибудь. Там название. Видно, и на названии. Надо сделать фотографию, может? Сейчас резко сна ведут. Интересно. Вообще никогда не видел такого. Те самые... Витангер. А, Витангер она называется. Вот теперь название. А, вот. А это вот... Черник и голубик, да? Не знаю. Или черника, или голубик. Это одно из двух. Вот такие-то голубенькие. Малина. Маракуйя. Папайя. Вот смотрите, у нее есть ее папайя. Папайя такая же мамая. Вот, витча нашла. Время. А вот черная смородина. Ты скажешь, что и нет. Есть? Страшные, конечно, есть? Помашку не наесть. С первого года. Цены? На масло. Это же масло? Масло оливковое. 5 литров 11 евро. Вот так вот. Вино 5 литров. Да, тут уже продуктовая рыба пошла. Ну, я не знаю, как это называется, но обычно они такого малинового цвета. Это, смотрите, какая красота. Да, здесь вот прям цветущая. Скажешь, что осень? Ну, не скажешь. Вот эти кустики красивые тоже. Синего цвета такого. Как на железной дороге фонари такие бывают. Это из моего детства. Бугинвелья и такая, и сякая. Не, а камера цвет не передает. Приходится признать. Вон даже желтая есть. А еще она белая бывает. Бархат тут тоже есть. Микрокактусы. Ой, не знаю, кто ты. Написано новое, новое что-то. Ну, красавица, конечно. Какое-то луковище, что ли? Что это? Луковище. А, луковица. Вот луковица. А здесь прям цветочек. Ну, традиционные португальские вещи из пробки. Ну, это мы вам уже показываем, так, вкратце. Чтобы вы понимали, сколько сумки стоят. Вот сумки, допустим, 18-19. Рюкзаки. Рюкзаки. Ну, всякие брелочки. Да. Эти по 5 евро. Очень такие красивые, да. Шелеки по 5. А кому шапочки? Развал шапочек. Дошли до Жуктова. Рая, что называется. Яблочки по евро 20. Груша по евро 20. Это наш кружочек. С другого рынка. А виноград такой красивый. А манго по 2. Виноград рубль 500. Евро 50. На рубль все время говорят. Что-то еще есть. Очень дешево. Перц. Все дешево. А это у нас посоли цветки. Батата-тос по 90 копеек. Климентируя мандарины. Рубль 90. Если кому не видно, просто повторю. 170. Рубль 70 томатов. Евро 70. Мыша, крахмал, орехи. 13 евро миндаль за килограмм. Например. Оливки моченые сразу. Кто знает, что это такое. С какого дерева растения вот этого. Сырый. Кстати, ну-ка. А что там можно мне уйти? И вот знаменитые португальские ножи. Появилась вот такая замечательная. Разновидный. Разновидный такой наборчик. Как выглядит? А так они вот разные. И такие. И такие. Вот для фруктов вот это вообще. Яблочко порежу. Сразу его съесть хочется. Ну, в общем, вот такое маленькое путешествие мы совершили в этот городок. Где рынок. И сейчас мы пойдем вот в это кафе красивое. Авито в Бугельвилле. Выпьем кофейку. Вот такие португальские улочки. Узенькие с цветочками у подъезда. Не у подъезда, а даже у дверей. У входа в дом. Свежий асфальт. Вот тут цветочки все открыто. Улицы. Пойдем-ка мы туда, вперед прогуляемся. А вот там наверху, вот там, гнезда ласточек. Вот такой дом. Свежий отремонтированный дом шириной в одну спальню. И рядом, смотри, подойди. Можно вот так купить и построить себе такой же. Нет, здесь даже пошире будет. Тут в две спалинки, наверное. Развалинки. Вот такие покупают. И потом отстраивают вот такие современные. Сухие, теплые домики. А вот тот дом словно в Тбилиси, да? Похож. И здесь есть такие вот апартаменты симпатичные. Ну и цветочки. Красота. Идем-идем по дороге, потом увидели вот это вот. Раз, два, три. И вспомнилась песня. Кучку дуг, три колодца. Меня тут поправили. Не кучку дуг, а очку дуг. Вот как люди жили, смотрите. Очень низкие. У меня метр восемьдесят три, а здесь, наверное, метр шестьдесят. Нет, я думал, дорогу подняли, Леш. А может быть и дорогу подняли. Ну вообще, а там дальше дверь, посмотри, какие узкие. Там пятьдесят сантиметров, наверное. А здесь следующий домик. Дом номер тринадцать. Вот так вот. Дом номер тринадцать.